Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. Более 1300 обращений поступили в Люберецкое управление МВД на минувшей неделе. 31 заявление от граждан стало поводом для возбуждения уголовных дел. За отчетный период полицейские раскрыли по горячим следам 27 преступлений. О проделанной работе на еженедельном оперативном совещании рассказали также представители пожарно-спасательной службы. Прошедшую неделю подразделения Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществили 39 выездов по сигналу тревога. Участвовали в ликвидации пяти пожаров, четыре из которых произошли на территории городского округа Люберца. Экипаж спасателей осуществил пять выездов, два оказания помощи пожарным подразделениям при ликвидации пожаров, один для оказания помощи скорой медицинской помощи и два на вскрытие в движении. Зима в городском округе проходит без происшествий. По словам Дмитрия Шумского, на минувшей неделе получен паспорт готовности муниципалитета к отопительному сезону 2017-2018 годов. Также начальник управления ЖКХ рассказал о плановых работах, проводимых в Люберцах. По программе «Мой подъезд» всего 1298 подъездов в городском округе Люберцы на 17-й год выполнение 100%. По доступной среде всего 364% – это план на 17-й год. За 206 подъездов мы отчитались, на всех остальных работы идут в завершение. До конца года мы всё завершили. Далее на оперативном совещании выслушали доклады о содержании Люберецких дорог. По словам Егора Бундина, сформирован предварительный адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в 2018 году. В этот список включены 27 автомобильных дорог. Полный список будет опубликован на официальном сайте городского округа Люберца и в социальных сетях после завершения согласования с МЕД «Звукмого лабрадора». Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов в свою очередь рассказал о просьбах и обращениях граждан. На этот раз жители округа просят обратить внимание на состояние тротуара по улице Красноармейская вблизи домов 14 и 18. Кроме того, люберчане жалуются на несвоевременный вывоз мусора в Малаховке, а также на отсутствие новогоднего украшения в посёлках. Луиза Игазырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий. Продолжение следует...